Номер 14. Мысли. Все становится ясно уже в первое утро. Если я варю кофе утром для женщины, которая еще спит в моей постели, а она, открывая глаза, говорит, что пьет кофе с молоком, то нам не по пути. И как пойти туда, не зная куда? Это как полюбить другого человека? Или как может понравиться вкус устриц? Нужно просто сказать себе мысленно, мне это нравится, я ее люблю. Но не заставлять, мысль сама должна появиться. А как она появится, если мы не способны обращать внимание на новое? Не можем себе этого позволить. Не умеем. Поэтому и не хотим. А что вы ко мне пристали? Я же их не убиваю. Я оставляю этих женщин жить самостоятельно, без меня. Только и всего. Вот если бы я их убивал, то это было бы плохо. Нельзя вступать в отношения, пока ты не понял, не поняла, кто ты такой, такая. Потому что получается обман. Ты выдаешь себя за кого-то другого, придуманного, так как не знаешь, кто ты, для чего ты. Куда ты идешь и зачем? Ну, вы скажете пустые слова. А как с этим разобраться? Вот эти вот мысли натолкнули решение. Есть способ? Попробуйте спросить себя. Где я буду через 10 лет? Ну или через 5, если уж так сложно. Чем я буду заниматься? С кем я буду? И все станет ясно. Если картинки нет, все расплывается в общих фразах, то вы себя еще не нашли. Увы. Да, кстати. Это работает не только в отношениях с другими людьми. Это действует и с профессией, с образом жизни, с пристрастиями. Совсем важно. Пробуйте. И не говорите, что потом, что вас не предупредили. Субтитры создавал DimaTorzok